Здравствуйте дорогие друзья! Итак, перед нами наконец сегодня вечером праздник Пурим. Праздник Победы, Праздник Света, Праздник Неожиданной Победы, Праздник Чуда, Победа над Амалеком. В основе идеологии Амалека лежит следующий принцип. Все случайно, все совпадение. Поэтому, говорит он, всякое свидетельство, подтверждающее существование Творца и его прямое участие в делах человека, это всего лишь совпадение. Случайное стечение обстоятельств, а никакое не доказательство. В мире бывает всякое. Не надо придавать этому значение, говорит Амалек. Любые доводы сомнительны, любые доказательства притянуты за уши. Это и есть Амалек. Его девиз – сомнение и дистанция. Вот победу над этим врагом мы и празднуем в Пурим. Амалек и физический мир требуют от нас холодности и дистанции, скорби. А Пурим говорит, нет, мы хотим быть ближе к небу. Если вы помните, в этот день мы дарим продуктовые подарки друзьям числом не менее двух, даем подарки бедным, слушаем свиток Эстера в событиях Пурима. Мы читаем Магеллад Эстер, этот свиток, в котором узнаем, что Бог скрыто управляет миром. Именно царица Эстер, собрав мудрецов, повелела им включить свиток в событиях Пурима в число святых источников. И вы знаете, я расскажу о Пуриме, как о 8 марте, таком необычном. По материалам, которые я услышал от Равы Одессы. Есть причина, по которой мудрецы записали Магеллу. И она состоит не в том, что Эстер удалось их убедить. Во-первых, она была царицей, у них не было особого другого выхода. Но есть еще нечто очень удивительное. Эстер смогла не только вынудить еврейских мудрецов записать Магеллу, которая стала частью Танаха. Установленный царицей праздник Пурим стал праздником всего народа Израиля. Более того, одним из самых любимых праздников для евреев. Но есть еще более значительные последствия этой истории. Говорит Рамбам, все книги пророков и писаний будут отменены по пришествию Машеха, кроме книги Эстер. Хотя воспоминания о всех горестях будут отменены, ни Пурима не отменятся. Медраж подтверждает, все праздники в общем отменятся, но ни Пурима никогда. Это можно сравнить со свечкой. Когда темно, кажется, что пламя свечи очень яркое. Но когда вы включите электрический свет, огонь станет незаметным. То же самое произойдет в дни Машеха. Когда божественный свет будет огромном количестве изливаться в этот мир, все праздники будут отменены. Все, кроме праздника Пурима, который мы будем отмечать. Однако, что особенного в празднике Пурима? Почему именно его празднование сохранится во времена Машеха? Это можно объяснить очень просто. Хазитизм считает, что дни прихода Машеха женщины будут занимать более высокое положение, чем мужчины. В будущем исполнится сказанное в книге Мишлей. Жена доблестная, венец мужу своему. И если женщина будет руководить мужчиной, а так будет, то женщины и поднимутся на более высокую ступень, чем мужчины. Праздник Пурим единственной установленной женщиной в честь спасения еврейского народа, которое пришло тоже благодаря женщине. В некотором роде оно предвосхищает дни Машеха. Поэтому этот праздник останется во всех поколениях на все времена. Ибо когда раскроется величие женщин, сам Пурим тоже окажется на более высокой ступени. Но на этот день есть заповедь напиться. Абу Драгам, это раби Давид Бен Йосиф из Севильи, говорил так. Все чудеса, происшедшие с Швирошем, связаны с винным возлиянием. Обязали мудрецы напиваться в Пурим. Ведь все произошло благодаря вину. И поэтому его обильное употребление напоминает о великом чуде Пурима. То есть вообще-то человек не должен напиваться. Но Пурим является исключением. Потому что чудеса происходят в результате винных паров. Поэтому сказали, надо изменить привычку и пить вино, пока мы действительно не опьянеем. Ведь только тогда мы можем по-настоящему вспомнить о чуде. Как на пейсах едят мацу, так и в Пурим пьют вино. А что делать тем, кто не привык пить или кому запрещено пить по состоянию здоровья? Неужели они должны жертвовать своей жизнью для исполнения заповедей? Конечно нет. Они должны выпить просто больше, чем обычно. А Любович Херебе на Пуримских фамбринках говорил, как правило, чтобы кто-нибудь из присутствующих отдал свою душу и исполнил до конца заповедь напиться. Чтобы не отличить и так далее. Чтобы и выполнить эту заповедь за всех. Поэтому надо находить каждый год с Божьей помощью одного праведника крепкого, который может нас всех выручить, и напиться за всех. В этом случае надо не забывать о том, что обязанность заповеди ложится на самого человека, чем на его посланника все-таки. И выпить надо и самому. И главное, надо помнить слова раба Машея из Эрлиса. Не важно, много выпить человек или мало выпить человек. Важно, чтобы намерения его были во имя небеса. А теперь вот еще два слова об истинном режиссере событий Пурима и всего происходящего в мире, о Творце. Мир это его маска. Природа скрывает его присутствие. Но достаточно заглянуть под маску этого мира, всмотреться в природу, и перед нами откроется источник, настоящий. Сомнение наше главное испытание. Все, что происходит вокруг, может казаться случайным совпадением. В современной культуре преобладает вообще идеология Амалека. Ничто не имеет значения, абсолютной ценности. Все дозволено, все случайно. Маска тяжелая и убедительная, но она не должна нас обмануть. Каждый, кто реально захочет, сможет увидеть в любой случайности руку Бога. Надо помнить слова псалма. Много замыслов в сердце человека, но сбудется предопределенное Всевышнее. Сегодня в праздник Пури мы ждем одного. Мы ждем, чтобы небо улыбнулось нам, простило нас, смилостивилось над нами и прекратило тот ужас, который происходит сегодня. Брахава от Слаха, хорошего праздника, всего самого-самого лучшего. Продолжение следует... Продолжение следует...